Раньше это была областная центральная клиническая больница. Здесь были лучшие оборудования, лучшие врачи и лучшие условия. Теперь детское и терапевтическое отделения сокращены до минимума. Врачи работают три смены, а температура в коридорах не превышает 7 и 10 градусов тепла. Медсестра Валентина Головко работала в поликлинике в 80-е годы. Вернувшись сюда через 15 лет, больницу не узнала. Мы видим выщерпленные полы, провисающий без краски потолок, горящая электропроводка, потому что невозможно в кабинетах 11-12 градусов, а в крайних, которые там, вообще по 5 градусов. Медики говорят, от огромной поликлиники осталось 15 кабинетов, а обслуживает она 25 участков, более 70 тысяч человек. Поэтому приема терапевта пациенты ждут по 2-3 часа. Люди возмущены, им приходится сидеть в очереди в шубах и шапках, а ноги мерзнут даже в теплых сапогах. Сидим одетые, ждем врача. Вот прием с 12, врача еще нет. В кабинет заходим тоже, сидим одетые. Ну ладно. Не хочется раздеваться в связи с тем, что в помещении очень холодно. Очень холодно. Найхудшая ситуация, рассказывают медики в педиатрическом отделении. Детская регистратура теперь в углу коридора, а всех малышей принимают два врача. Грудных детей, которых полагается взвешивать без одежды, при температуре плюс 7 не раздевают. Развешиваем одетых и снимаем, сколько там надо по весу. Поэтому условно вес берем. Состоянно течет потолок, свиль. Все это в ужасных условиях падает на голову. Очень холодно в кабинетах. Отопление не справляется. Персоналы пациенты рассказывают, сначала им говорили, что это временное явление, и их снова расширят, когда закончится ремонт. Однако в таком состоянии больница уже два года. Институт неотложной и восстановительной хирургии, которому теперь принадлежит помещение, постепенно ремонтирует отделение. Но их вместо бывших хозяев занимает администрация НИИ и их лаборатории. Врачи и жители районов стревожены. Ходят слухи, что поликлиники скоро здесь не будет вовсе. В горосполкоме людей успокоили. Больницу никто закрывать не собирается. А помещение скоро обновят. И врачи, и пациенты снова окажутся в комфортных условиях. Поликлиника будет там и оказывает медицинскую помощь, так как это и было. Более того, руководством НВХ проведен ремонт. Отремонтировано помещение, в котором сейчас уже находится детская поликлиника. В плановом порядке будут продолжаться ремонты администрации НВХ. И будем надеяться, что все помещения, когда будут отремонтированы, то будет очень хорошая работа поликлинии. Это бывшие кабинеты детского отделения. Они уже отремонтированы, но теперь это территория института. А за этой дверью, раньше ведущей в хирургии, уже два года улица. В самом же институте сообщают, пока финансирование ремонта заморожено. И в ближайшее время ситуация не изменится никак. Оксана Виттер, Андрей Горожа, Панорама.